Карантинная бухта Севастополя Под водой должно быть два человека. Один работает, второй страхующий. Погружаемся мы парами. Сейчас я пойду, посмотрю, что у моего коллеги есть, что он сделал. Может, ему чем-то помощь нужна. Севастополя Ежедневно археологи в буквальном смысле погружаются в другую эпоху. На небольшой глубине всего три метра. Ученые очищают древние стены от ила и песка. Чтобы получить в итоге цифровое изображение сооружения, использовали метод фотограмметрии. Все снимки сшиваются в один ортофотоплан. Вот как он выглядит. На снимке оборонительная стена размером 10 на 8 метров. По словам специалистов, объект очень хорошо сохранился, несмотря на то, что предположительное время постройки сооружения датируется 9-10 веком. Здесь двухпанцирная кладка со внутренним заполнением. Вот идут ряды. Видимо, этот угол находился наиболее близко к морю. Поэтому он сложен из более крупных блоков, без внутренней забутовки, чтобы выдержать, видимо, удары волн. Или противостоять нападению врага. Ведь стена была предназначена в первую очередь, чтобы держать оборону городских ворот. Кстати, находку уже поставили на государственный учет объектов культурного наследия. У нас появились большие возможности для исследования, поскольку теперь объект является выявленным объектом культурного наследия. И на нем можно проводить уже именно раскопки. Ученым помогают волонтеры. Молодые люди, которые прошли курсы подготовки водолазов, сотрудничают с отделом подводной археологии Херсонеса Таврического. Это погружение в историю. Соприкоснуться с ней – это очень интересно. Не у всех есть такой шанс. Ученым предстоит еще много работы. Археологические исследования только начались. Раскопки сейчас продвигаются внутрь башни. И вполне возможно, совсем скоро перед археологами откроется новая страница истории. Руслан Минаев, Денис Ноздрюхин, Владимир Казанцев и Евгений Чучко. Вести. Крым.